Всем привет! Сегодня на обзоре у нас будет косметика Charlotte Tilbury, с помощью которой можно сделать базовый макияж. А именно у нас с вами сегодня на обзоре будут следующие продукты. Это корректор, тональный крем, консилер, рассыпчатая пудра, прессованная пудра и бронзер. Ну и сразу же приступаем к обзору. Приятного всем просмотра! Ну и пойдем по порядку. Начнем с корректора, который называется Magic Vanish. Ну и начну с хорошего, с плюсов данного продукта. Первый плюс данного средства, то что этот корректор очень хорошо перекрывает любые темные круги под глазами, синячки и дает, скажем так, такой эффект фотошопа в жизни. Следующий плюс, то что это средство неплохо скрывает пигментацию, постакны, также очень хорошо выглядит на коже, довольно натурально сливается с настоящим тоном кожи. И за счет этого практически не видно, что у вас на лице нанесена какая-либо декоративная косметика. Но, тем не менее, кожа визуально выглядит лучше и разные несовершенства, они перекрыты в то же время. Следующий плюс, ну это, скажем так, лично для меня является плюсом данного средства. Это средство имеет масляную гладкую кремовую формулу. И на своем официальном сайте Шарл Тилбери заявляет следующее об этом корректоре. В составе этого корректора есть ухаживающие компоненты, которые помогают уменьшить отечность под глазами. Также в состав входит мелко измельченная слюда, которая создает сияющий эффект на коже. Шарл Тилбери заявляет, что это средство придает коже гладкость, шелковистость и естественное покрытие без складок. На сайте советуют наносить его либо непосредственно подушечками пальцев, либо кистью. Но после увлажнения перед тональным кремом и консилером. То есть это средство должно наноситься первым этапом в вашем макияже. И теперь минусы этого средства. Лично для себя я нашла только лишь один минус данного продукта. Это то, что если его нанести и сразу же не закрепить рассыпчатой пудрой, пудрой вокруг глаз, конечно, это средство будет забиваться в морщин. Тем более, если вы его нанесете и там немножко замечтаетесь, о чем-то своем подумаете, сразу же не закрепите фиксирующей пудрой, конечно же, оно благополучно западет в мимические морщины. В частности, у меня это средство слегка западало в морщинки вокруг глаз, мимические морщинки в этой области. То есть можно сказать, что Шарл Тилбери нам с вами говорит не совсем правду на своем сайте о том, что это средство не подчеркивает складочек, не западает в морщинки. Нет, оно все-таки слегка, но будет западать в морщинки. Опять же таки повторюсь, если вы его сразу не закрепите фиксирующей пудрой. Но, в принципе, это ожидаемо, так как вид этого продукта это все-таки открытый, плотный крем и такие формулы, такие подобные средства. Конечно же, они будут западать в морщинки, так как это не самофиксирующаяся формула. И еще лично для себя я нашла супер способ использования этого средства. В те дни, когда мне не нужен особо плотный какой-то яркий макияж, мне нужен хороший дневной макияж. Но, тем не менее, чтобы изъяны кожи и несовершенства были перекрыты, я сразу после увлажнения на все лицо подушечками пальцев слегка растягиваю, наношу это средство. И сверху фиксирую кроющей пудрой. Кстати, можно воспользоваться этой же пудрой от Charlotte Tilbury, прессованной пудрой Airbrush. Эта пудра имеет очень хороший кроющий эффект. И, в принципе, для дневного макияжа лично мне бывает вполне достаточно только лишь этого корректора, сверху закрепленной этой пудрой или же любой другой пудрой с кроющим эффектом. И в сочетании таких продуктов кожа выглядит при свете дня довольно натурально, красиво. Практически не видно, что у вас нанесен декоративный тон на лице, но, тем не менее, кожа выглядит очень красиво, холеной, перекрыты разные недостатки, пигментация, пустакны. И следующий у нас это тональный крем, версия Airbrush Flawless. И, насколько я знаю, это, по-моему, у Charlotte Tilbury самая новая тональная основа. И спереди, непосредственно под надписью, под названием, точнее, самого тонального крема, нам с вами уже есть обещание о том, как должен вести себя этот тональный крем. Здесь написано, что Foundation Stays All Day and Night. То есть это тональный крем, который будет держаться на коже в течение всего дня и даже всей ночи. По обещаниям, это должна быть суперстойкая тональная основа. Начну я с плюсов, которые лично я заметила при использовании этого тонального крема. Первый плюс для тех, кто ищет суперплотную тональную основу, эта основа вам 100% понравится, потому что это безумно плотная тональная основа. Она просто маскирует все на своем пути. Любые, даже самые сильные пигментные пятна, любое постакне, любое акне, конечно, этот тон полностью перекрывает любые покраснения, любые изъяны, недостатки кожи. Это просто 100%. Следующий плюс, если вы ищете стойкую тональную плотную основу, которая будет отлично смотреться на видеосъемке, на фотосъемке. Конечно, этот тональный крем очень красиво смотрится именно на камере. Следующий плюс, который очевиден, который невозможно не заметить, это, конечно же, у этого тонального крема очень красивая, люксовая, тяжелая, стеклянная, дорогая упаковка. Крем сам находится в матовом стекле, тяжелом матовом стекле и очень, конечно, красивая розовая золото-фурнитура у этого тонального крема. И еще из плюсов упаковки у этого тонального крема очень хорошая прочная помпа, то есть она у меня за полгода использования ни разу не ломалась и никаких происшествий, в общем, с этой помпой у меня за полгода абсолютно не было. Следующий плюс, который относится непосредственно к самому продукту, тональному крему, это то, что этот тональный крем довольно неплохо маскирует расширенные поры. Практически незаметен, не ощутим на коже в течение дня в носке этот крем, практически, можно сказать, невесом ощущается на коже. Также этот тональный крем имеет способность подстраиваться под ваш тон кожи, но сразу после нанесения, например, у меня оттенок второй, возможно, он мне светловат, подумала я сначала, но после 5-10 минут он немножко окисляется и за счет этого он как-то сливается с вашим тоном кожи и уже не выглядит настолько белым, как это было в начале, сразу после нанесения. На сайте Charlotte Tilbury заявляет следующее об этом тональном креме, что этот тональный крем содержит анти-эйдж уход, который помогает уменьшить появление морщин. Также Charlotte Tilbury на своем сайте нам с вами заявляет, что этот тональный крем имеет водоустойчивую формулу, которая обеспечивает ощущение свежести в течение всего дня, даже в жаркую и влажную погоду. Имеет запатентованную формулу, которая помогает ограничить вредное воздействие на кожу загрязняющих воздух веществ. Теперь мы подобрались с вами уже непосредственно к минусам и главный минус, первый минус этого продукта, что конечно же при свете дня, при дневном освещении это средство смотрится маской или может смотреться на коже маской. То есть в любом случае это не будет какая-то супер невесомая тональная основа, которая будет супер натурально выглядеть на коже, которая абсолютно незаметна. Нет, она конечно же будет супер заметна. В принципе этот тональный крем он и заявлен как супер кроющий тональный крем, следовательно ожидать от него какого-то натурального эффекта, ну это скажем так глупо. И еще кое-что положительное, что я забыла вам сказать в плюсах у данном средстве, это то, что этот тональный крем после нанесения минут через 20-30, даже через час, он очень хорошо усаживается на коже лица и очень-очень красиво начинает выглядеть на коже. Но конечно же, опять же таки, у вас будет виден на лице этот тональный крем, но очень скажем так красивый тональный крем. Последний минус лично для меня, но можно даже сказать, что это не минус, а скажем так обязательная процедура, это то, что перед нанесением этого тонального крема обязательно нужно сделать хороший уход для кожи, либо нанести хорошую увлажняющую базу. В противном случае, если вы нанесете это средство на голую кожу, в течение дня, то есть в течение долгого времени носки начнет это средство как бы подстягивать, подсушивать кожу, поэтому обязательно либо хороший уход, либо хорошая увлажняющая база перед нанесением этого тонального крема, и тогда будет все шикарно и хорошо. Ну и теперь следующий продукт, это консилер Magic Eway у Charlotte Tilbury, конечно, все просто магическое, завораживающее и чарующее. Так вот, этот консилер, он в принципе заявленным свойством, которые на сайте о нем написаны, в принципе он им соответствует, но сейчас с вами разберем все поподробнее. Первый главный плюс, то что это средство дает плотное красивое покрытие, но без эффекта этого нашего с вами знаменитого слоеного пирога. Красиво лежит, конечно, это средство под глазами, маскирует темные круги, синячки, разные дефекты, несовершенства. Третий плюс этого средства, это то, что оно отлично маскирует покраснение, воспаление кожи и даже самую яркую, скажем так, пигментацию. Появления от Charlotte Tilbury об этом продукте на своем сайте следующие, что это средство оздоравливает, успокаивает и увлажняет кожу. В составе уходовые компоненты, такие как экстракт коры персидского шелкового дерева, скрывает морщины, темные круги, создает эффект приподнятого века. Также в составе пальметаил, экстракт дикого индиго улучшает естественное свечение кожи. Ну и теперь минусы данного корректора. Минусов лично для меня всего лишь два. Это первое, конечно же, отвратительный спонж. И еще плюс к тому же, очень плохо открывается крышка. Для того, чтобы открыть это средство, вы сейчас видели, вам понадобятся очень хорошие силы для того, чтобы открыть этот аппликатор злосчастный. И дальше еще один минус, который самый главный и бесит просто всех пользователей Шарла Тилбери. Это, конечно же, уродливый, ужасный этот спонж, из которого достается непосредственно сам продукт. И еще минус, который я сейчас лично заметила, это то, что, получается, нельзя достать нужное вам количество данного корректора. Кстати говоря, я раньше такого не замечала. Но, скорее всего, это из-за того, что этот спонж полностью пропитывается весь консилером. Он становится плотным. И, то есть, когда вы достаете свой консилер, вот этот спонж, который пропитан засохшим консилером, он не дает выйти наружу продукту. То есть, вы крутите, крутите, не можете достать. И, в итоге, достаете больше, чем нужно. Из этого вытекает следующий минус. Это то, что этого продукта всего лишь 4 миллилитра. И для такой громовки, скажем так, это очень дорогая цена, которая у него есть на данный момент. Следовательно, хотелось бы такой, скажем так, дорогой продукт как-то поэкономнее использовать. Но вот у вас это не получится. Скорее всего, нужно будет оторвать вот этот отвратительный спонж. Кстати говоря, спонжем этим я попользовалась всего два раза. На третий раз мне стало уже абсолютно неприятно прикасаться данным продуктом к своему лицу. Я просто наносила его на палитру, либо на руку. И уже с руки, либо с палитры брала и наносила на лицо. Даже если оторвать, мне кажется, этот спонж и как-то более экономно использовать, мне кажется, этого продукта 4 миллилитра хватит максимум на месяц при ежедневном использовании. И следующий минус, это, конечно же, крышка. То есть, вы когда закрываете этот продукт, спонж довольно большой. И для него объем такой крышки, скажем так, он очень узкий. И поэтому, когда вы закрываете, это все пачкается. Фу, я прямо сейчас вижу, как это все происходит. Это, конечно, ужасно. Закрываете, это все пачкается. И при последующем открытии это все размазывается по пластиковой тубе данного консилера. То есть, не совсем, скажем так, эстетически красиво выглядит этот продукт. Этим консилером я успела попользоваться всего раз 6-7, не больше. И посмотрите, какое количество у меня осталось. То есть, очень много использовалось этого консилера уже за 6-7 раз. В общем, ни разу не экономное данное средство. Но, конечно же, упаковка сама по себе так-то она красивая, люксовая и все. Но если исправить вот эти недоработки в виде крышечки, которая слишком прилегает к этому уродливому спонжу, и вообще убрать нафиг этот уродливый спонж, тогда будет все замечательно с этим продуктом. И следующее у нас это рассыпчатая пудра Magic Powder. Опять у Шарлотты все магическое. И пудра рассыпчатая тоже у нее магическая. Первый плюс это то, что она отлично фиксирует макияж, тон, корректор, консилер. Очень хорошо делает фиксацию кремовым продуктом. И идеально подходит для закрепления тонального крема консилера под глазами. В принципе, здесь на упаковке так и написано вокруг глаз и для лица. Собственно, хотя бы об этом Шарлотта нас с вами не обманула. Под глазами действительно хорошо она фиксирует и красиво смотрится. Это рассыпчатая пудра. И еще плюс этой пудры это в том, что она, скажем так, вглаживает какие-то несовершенства на коже в виде сухости, шелушинок, и при этом не подчеркивает пушок на лице. В принципе, в течение дня неплохо регулирует кожный блеск, в общем, кожные выделения. В течение дня очень хорошо держит эта пудра. Еще один плюс, лично для меня, просто я люблю такое в рассыпчатых пудрах, то, что эта пудра имеет светорассеивающую формулу эффект. Но, конечно, если сравнивать с Hourglass, Hourglass, конечно, выигрывает в том плане, что Hourglass, она светорассеивающая, плюс она еще имеет некое мерцание. То есть кожа с ней слегка, скажем так, мерцает. В этой пудре мерцание абсолютно не содержит никакого, никаких блесточек, никакого мерцания не будет, но, тем не менее, светорассеивающий эффект в этой пудре есть. Ну и от производителя, от Charlotte Tilbury, посмотрим, что же она заявляет нам с вами. В этой пудре содержится слюда тонкого помола, придает шелковое и гладкое ощущение кожи, также создает эффект фильтра. С мягким фокусом кожа не выглядит напудренной или белесой. Следующее, что заявляет нам с вами Charlotte, это то, что в составе содержится масло Цубаки и Сквалан. Они смягчают, питают, укрепляют защитный барьер кожи. Следующее заявление, это то, что эта пудра абсолютно без талька, изготовлена на 99% из необработанных натуральных ингредиентов. Ну и теперь минусы этой пудры. Главный минус лично для меня, я все-таки выбрала не совсем правильный оттенок. У меня пудра в оттенке 1 Fire, это самый светлый оттенок. В принципе, на зиму мне этот оттенок хорошо, неплохо подходит, но все же на лето, на осень, когда кожа слегка загорелая, хотелось бы немножко, скажем так, потемнее оттенком эту пудру. Но у Charlotte Tilbury она представлена в трех видах. Нужно было, наверное, все-таки мне взять оттенок под номером 2. Поэтому, если у вас тон кожи примерно такой же, как и у меня, и вы не любите, когда пудра дает белесый эффект на коже, я бы вам советовала, если вы задумываетесь о покупке данной пудры, взять все-таки оттенок не первый, а попробовать все же второй. И еще один плюс, не минус, а плюс, о котором я забыла сказать в начале, это то, что у этой пудры очень хорошая упаковка, в том плане, что она имеет, скажем так, такой вот пластиковый замочек, который позволяет открывать и закрывать отделение, в котором находится сама пудра, где вы достаете сам продукт. То есть большинство пудр, в принципе, я не видела такого, скажем так, замочка-отделения. Просто сверху находится пуховка, вы закрываете это крышкой, и если вы будете такой продукт, скажем так, переносить в сумки для дорожного какого-то применения, конечно, она будет высыпаться, и слишком много будет на пуховочке доставаться продукта, то в этом случае Шарла Тилбери, она с вами позаботилась для того, чтобы мы не использовали, скажем так, слишком много, не переводили продукт и сделала для нас с вами такой вот пластиковый замочек, который очень удобен. Эта пудра, конечно же, будет себя чувствовать очень хорошо, скажем так, в путешествии, где-то в дороге, в дорожном макияже. Следующая пудра, это уже прессованная пудра Airbrush Flawless Finish. У меня в оттенке 1 Fire, и мне, кстати, этот оттенок просто идеально подходит, так что берите на заметку, девушки, у которых тон кожи похож с моим. Номер 1 Fire вам будет просто идеален. Первый плюс этой пудры, и, скажем так, немаловажный, один из главных плюсов, это то, что эта пудра, она неощутима на коже. Действительно, в течение всего дня я абсолютно не чувствую эту пудру на своей коже, и это, можно сказать, самый главный и первый плюс. Следующий плюс, это то, что эта пудра дает довольно хорошее покрытие, скажем так, это можно было бы даже назвать тональная основа в виде пудры, потому что очень действительно хорошо перекрывает разные несовершенства, покраснение этой пудры, и тем более, если вы будете наносить не кистью, используем для такой пудры, наносить на кожу, в таком случае покрытие будет просто самое плотнейшее, что может дать эта пудра. И еще, что я заметила, что эта пудра от Шарла Тилбери очень похожа на пудру от Dior, которая называется Capture Total. У меня, правда, старая версия, старая версия именно упаковки, сейчас, наверное, уже другая версия упаковки, но, тем не менее, состав пудры все еще такой же, поэтому есть чем, скажем так, сравнить. И если вам нравилась подобная пудра от Dior, я думаю, вам также понравится пудра от Шарлот Тилбери. Следующие два последних плюса, то, что эта пудра дает красивый бархатистый финиш, и еще один плюс, лично для меня, который главный, можно тоже сказать, так является, это то, что эта пудра делает поры, расширенные поры, менее заметными, так как у меня вечная проблема с порами в этой области, их всегда и на фотографии, и на видео, в принципе, видно. И вот эта пудра, она одна из немногих, которая имеет вот эту самую способность сделать поры менее заметными. Ну и, конечно же, теперь посмотрим заявление самой Шарлот Тилбери об этой пудре. Обещание она дает следующее, это то, что в этой пудре технология мелкодисперсного порошка, которая препятствует наслоению и оседанию пудры в тонкие морщинки. И следующее обещание, что дает нам с вами Шарлот, это то, что в составе этой пудры есть светорассеивающие наночастицы, которые скрывают дефекты кожи. И также в составе содержатся питательные компоненты, такие как воск из листьев розы и масло сладкого миндаля, передают увлажнение коже. Ну и теперь минусы. И первый минус, который будет минусом не только для меня, я думаю, что и для многих бьюти-пользователей, это то, что в этой пудре нельзя менять рефил. И, следовательно, скажем так, это будет не совсем экологичное использование, потому что нужно будет каждый раз покупать пудру вместе с упаковкой, которая сделана из такого металлического пластика и зеркала, которое, скажем так, нужно специально, кто заботится об окружающей среде, который будет нужно специально сдавать на переработку. Гораздо правильнее было бы, конечно, сделать такую пудру с возможностью менять рефилы, потому что упаковка, я думаю, мало у кого как-то поломается, тем более, если она качественная, поломается или что-то с ней стучится в течение того времени, пока вы используете один лишь только рефил. Следующий минус, но в котором есть свой плюс, это то, что очень, конечно, красивая, приятная, люксовая упаковка, приятно держать такой продукт у себя в руках, хорошее зеркало, но упаковка, в которой можно поломать ваш, испортить ваш маникюр, еще которая очень плохо открывается, вот, наконец-то ее открыла. Собственно, если у вас длинные ногти, мне кажется, вам тем более будет тяжеловато открывать эту упаковку, да и с короткими ногтями, когда вы пытаетесь открыть, конечно же, вы кончики вашего маникюра, ваших ногтей будете царапать, и ваш маникюр будет портиться. Конечно, Шарлотт, нужно было бы получше нас с вами подумать и сделать какую-то кнопочку, которая бы открывала упаковку данного продукта. Это было бы логичнее и намного лучше в использовании. Ну, а в целом, так-то повторюсь еще раз, очень красивая, люксовая, дорогая упаковочка у этой пудры. Ну и последний продукт на сегодня, это бронзер, Airbrush Bronzer. Первый плюс, который я бы могла сказать об этом продукте, это то, что очень красивый цвет, который мне подходит. У меня оттенок 2, медиум, с ним можно сделать, конечно, очень красивые натуральные тени на лице, или придать довольно натуральный эффект загара с этим продуктом. Следующий плюс, это то, что этот продукт можно использовать не только как бронзер, но я его использовала еще как скульптор, и он очень красиво, натурально, естественно смотрится в таком использовании. И плюс, если кто ищет естественный натуральный матовый финиш, без всякого свечения, этот продукт дает именно такой естественный натуральный матовый финиш, без свечения, без мерцания. В составе этого бронзера есть гиалуроновая кислота, которая увлажняет кожу. Тут также в составе есть микросферы Skin Mirage, Mirage кожи, которые размывают разные недостатки, такие как поры, темные пятна и несовершенство, создавая эффект фильтра с аэрографом. Минусы данного бронзера, это то, что этот бронзер все-таки, Шарлотта к нам с вами врет, что он полностью все сглаживает, ничего не подчеркивает, все скрывает. Нет, как раз-таки наоборот, если у вас есть пуск акне, и не дай бог шрамики от пуск акне, как у меня, например, в этой области, этот бронзер при, скажем так, плотном нанесении будет отлично, замечательно подчеркивать вот эти шрамики ваши, пуск акне, и причем он не только подчеркивает, он как-то делает их как будто еще хуже, еще заметнее. И маленький, казалось бы, шрамик от пуск акне, он будет выглядеть на вашем лице просто как какой-то кратер вулкана. Этот продукт, он прям подчеркивает все изъяны, если у вас есть еще пигментные пятна, все прекрасно подчеркнет этот продукт. Единственный способ, скажем так, нанесения, при котором этот бронзер не будет делать всего того плохого, что я только что перечислила, это если вы будете наносить его, скажем так, легкой естественной тенью. При легком нанесении он, конечно, можно даже сказать, что возможно что-то изглаживает. Вот как раз таки при таком легком нанесении, естественном, полупрозрачном, он абсолютно ничего не подчеркивает. Но если вы любите наносить бронзер именно поплотнее, у вас есть какие-то изъяны в виде постакне и шрамиков от постакне на лице, тогда этот бронзер просто мимо вас, этот бронзер не для вас. И следующий минус, это в принципе такой же минус, как и был у этой пудры, которая в принципе и похожа по упаковке пудра и бронзера, они очень похожи по своей упаковке, это то, что точно так же, как и у пудры, очень плохо открывается этот продукт. Точнее, не то чтобы плохо, а просто упаковка, которой точно так же можно поломать, испортить ваш маникюр. Хотя по сравнению с пудрой, все же бронзер как-то попроще. Он открывается, нежели пудра. Но, наверное, это за счет того, что бронзер имеет более крупную форму. И в конце все же таки добавлю пару плюсиков этого продукта. Это опять же таки очень красивая, люксовая, приятная упаковочка. Эта упаковка имеет довольно большое, красивое, удобное зеркало. В отличие от пудры из этой же серии Airbrush, бронзер, рефил бронзера можно все-таки менять. То есть не нужно будет выкидывать полностью всю упаковку и заново покупать новый бронзер. Упаковку можно будет оставить старую, а вот рефил можно будет поменять. Для этого, собственно, есть специальная такая выемка для того, чтобы доставать рефил. Ну а теперь давайте я вам просто под классную музычку покажу все эти продукты в нанесении и как они выглядят на коже. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Пока-пока!